Музыка Ну что, медный купорос, гастрит, слезовик, кандида, малахов. Пошли отклики, отклики, интересные отклики, их стоит зачитать и прокомментировать. Я вас благо дадю за эфир. Грибницы очень трудно выводятся и не месяц, а то и годы. И таких единицы, которые живут без них, это либо люди светлые, с высокими вибрациями и блаженны. Проверка простой, выйти на голодь и пить сену 3 столовые ложки на 0,5 литра первые 72-3 дня. 72 часа, 3 дня. Ну это по-моему одно и то же, да? 24 на 3, ну да. Значит, выходят остатки пищи в основном, но а вот дальше грибницы, медузы. Он же гриб слезовик и она же гидра. И вот чудо божье, если у кого-то нет этого. Питание и травки здесь мало помочь могут. Эта работа над собой, и она самая трудная. И она в комплексе должна идти, есть немало даже моносыроедов. И то с годами, где до конца избавились от этой медузы горгоны. Выведешь наполовину, так она быстро и стремительно вновь нарастает в 2-3 раза больше. Самое важное. Значит, у кого нет грибницы, это либо люди светлые, с высокими вибрациями и блаженной. Ну так, с высокими вибрациями остановимся, пока мы на вибрациях не будем брать блаженное. Смотрите, чем лечат онкологию? Онкологию лечат радиация. То есть, это как раз поток энергии в высокой частоте, насколько я так понимаю, который разрушает опухоль. То есть, он убивает все живое. Радиация вообще, радиация. И все живое погибло. То есть, оно не выносит вот этих высоких частот, которыми обладает эта радиация. Может, я немножечко заблуждаюсь, но я примерно так мысляю. И смотрите, что происходит. Вот что происходит. Почему именно голод берет всю эту мерзопакость? Начиная от глистов и кончая грибками, кончая бактериями, вирусами и так далее. Немножечко экскурс. Вот смотрите. Яйцеклетка оплодотворилась. И еще нет у нее ни рта, ни желудка, естественно, ничего там нету. Но она уже растет, делится. Как бы сказать, за счет чего она питается. Вернее, за счет чего разворачивается программа. То есть, вот эта вот яйцеклетка с одной клетки выстраивается в такой огромный организм, в который клетки обладают строгой специфичностью. Там, допустим, кости, кровь, лоза и прочее, прочее, прочее. Вот работает у нас, то есть, оно имеется, работает особая система, которая выстраивает форму за счет очень и очень высоких вибраций. Это все строится. Так сказать, матрица, по которой уже заполняется физическое наше тело. Так вот, когда мы с вами начинаем голодать, мы отключаем питание, которое помимо того, что кормит нас, любимых, наши клеточки, одновременно с ними питаются и все паразиты самых разных мастей, от больших до маленьких. Так вот, когда мы это все отключаем, у нас начинает больше работать вот тот механизм, который у нас был и который у нас есть, но который мы не используем. Ну, потому что у нас питание идет через рот, там, в основном. И мы его, как бы, перебиваем. А когда вот это вот, нету питания через рот, то тогда вот этот механизм, он начинает, начинает набирать силу и начинает, значит, вот, и питать и клетки, и питать организм в целом. И, естественно, он создает такую высокочастотную энергетику, в которой дохнут глисты, что мы и видим, в которой дохнут вот эти все эти медузы, что мы и видим, в котором, значит, дохнут все эти мельчайшие там паразитарные образования, которые, ну, нам практически не нужны. Вот в чем будет суть противопаразитарного лечения голодания. При этом, естественно, голодание, это не просто там, мы недельку отголодали, две отголодали. Механизмы эти разворачиваются не так быстро, как нам хотелось. Примерно за третью неделю это происходит, так сказать, капитально. Капитально, вот когда начинают листы там дохнуть и выходить. И плюс еще все остальное, вот это кандида и так далее, там, то есть эти рыбки, они уже так особенно активно начинают дохнуть. С третьей по четвертую неделю и далее, и далее, то есть нам надо дойти до этой высокочастотной энергетики собственного организма, которая начинает работать на полную мощность, то есть организм ее развернул. И какое-то время, чтобы она еще поработала, для того, чтобы все это отмерло. Они просто мы достигли, и вот это очень и очень хороший комментарий, который я вам, так сказать, разжевал. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.